Всем привет! Я рада вас приветствовать на моём YouTube-канале. Это моё первое видео, поэтому посмотрим, что из этого выйдет. Я надеюсь, вам понравится. Я сегодня хочу разобрать пустые баночки. У меня огромный пакет, который я бы уже давно хотела выбросить и рассказать вам мнение о других продуктах. Я разделю продукты на несколько категорий. У нас будет уход за лицом, уход за волосами, уход за телом, декоративка. Давайте начнём с вами с ухода для лица. Первый лот – это маска Холик, маска Перфектор на глиняной основе. Это классный продукт, если вам нужно почистить поры, немножко выровнять лицо, но она может немного пощипывать вначале в целом. Мне от неё эффект нравится. Второй и третий лот были найдены в Магнит Косметик по очень смешной цене. Чтобы вы понимали, там была какая-то дикая скидка, и оба продукта мне обошлись примерно в 600 рублей. Начну рассказ с тонера. У него открывается вот так крышечка. Вы его выливаете себе на руку, затем выносите на лицо. Понравилась, она хорошо увлажняла кожу. Крем – это что-то с чем-то. Когда я открыла, был… Ой, там есть такая заглушечка, и присутствует до сих пор запах клея. И он даже по текстуре немножко вот тут остался. Смотрите, он по текстуре такой, как гелевый, немножко как будто клей. Но поверьте, когда вы его нанесёте на лицо, я сейчас это делать не буду, потому что все твои годности уже прошли. Этот крем закрывает все шулушинки, если у вас сухая кожа, и тон потом на нём лежит просто идеально. Это была моя находка в зимний период. Следующие два лота – это пилинг диски разных фирм. Но я беру их с Центелло Азиатской, либо какими-то успокаивающими элементами. Первый я купила чисто из-за упаковки. Посмотрите, как эстетично у него где-то баночка и коробочка. Какой смысл? Там лежат 60 дисков. Сейчас там лежит мусор, лежали диски, и у этих пэдов есть пинцетик. Он вот здесь хранился в крючке. Это, кстати, максимально удобно. Смысл такой. Там лежат 60 ватных дисков, большого размера, и немного тоньше, чем обычные ватные диски, пропитанные эссенцией. Это очень удобно. Я сейчас отказалась от тоников и тонеров и покупаю вот такие пэды. Но обязательно смотрите, чтобы, если вы будете использовать их каждый день, была какая-нибудь Центелло Азиатская или пробиотики, что-то полезное для кожи. Не раздражающих, то есть не кислоты. Кислоты каждый день. Ну, наверное, не каждая кожа перенесёт. Конкретно эти мне понравились. Я их использовала до последнего, как вы видите. Он отлично увлажняет кожу, и даже в летний период у меня комбинированная кожа. Можно не использовать ни сыворотку, ни крем. Они отлично отправляются со своей работой. Следующие это пэды от Маню, или Маню, не знаю, как правильно, с их популярной бифидо-сывороткой. Здесь, по факту, то же самое. У вас 60 пэдов, если я не ошибаюсь. Они пропитаны все сывороткой, вы также их наносите на лицо. Я использую каждое утро, и кожа тоже отлично увлажнена. И, повторюсь, эти пэды экономят мне деньги на тонеры и тоники. Следующий лот. Это просто моя любовь. Это такой дорожный набор от Clorans, но здесь полной размерки. То есть, вот целая сыворотка, по-моему, на 50 мл, если я не ошибаюсь. И крем для глаз, серым для глаз он выглядит вот так. Кстати, на дне именно эта сыворотка без тона. И посмотрите, кожа действительно сияет здоровьем. Я, как фанат Рианы, не могла не купить данный набор. Это знакомство с брендом Set, скажем так. Здесь у нас гель для умывания. Он пахнет шоколадкой, хорошо очищает кожу. Дальше Fat Water. Это вот такая маленькая баночка была в наборе. Это что-то по типу воды. Ну, Fat Water, типа жирная вода. Но так и есть. Такое ощущение, что масло какое-то смешали с водой, и в это наносите как тоник. Я просто это наносила вот так на руку и распределяла на лицо вместо тоника. Ну, как обычный тоник, не могу сказать, что-то прям вау-эффекта. И третий продукт в наборе. Это вот такая эмульсия. Это то, что мне понравилось больше всего в наборе. Она у меня закончилась прям вообще под ноль. У неё приятный цветочный аромат. Она даёт такое же сияние, кстати, как вот Clorans. Ещё одна классная штучка для лица. Это ацелоиновая кислота Don't Touch My Skin. Вот, кстати, с такими наклейками в золотом яблоке продаются продукты с пекающим сроком годности, которые можно купить намного дешевле, чем они стоят в обычное время. Мне она очень понравилась. Она отлично выравнивает тон лица. Она хорошо убирает какие-то прыщички. Очень удачная упаковка. То есть, видите, туда не попадает свет, не попадает воздух. У неё такая помпа. То есть, вы нажимаете, продукт выходит. Это очень удобно. И мне кажется, это очень гигиенично. Ну и давайте перейдём к уходу за телом. Это следующий наш подраздел. И начнём, конечно же, с самого известного скраба для тела. Это заакт кокосовый. Я его очень люблю. Он пахнет Рафаэлло. Это действительно так. Но он управляет жирную плёнку на коже. Это нравится не всем. Лично мне это очень нравится. И за это я его люблю. Но большей из их серии мне нравятся кофейные варианты. Следующий лот – это лосьон от Hems. У меня был с грушей и зелёным чаем. Аромат очень такой... Он не сладкий, такой он тончённый. Приятный. Попробуйте. Сейчас он стоит абсолютно не бюджетный. Я его ещё покупала за 2,5 тысячи. Сейчас он уже за 4К. Не знаю, платить за лосьон для тела 4 тысячи. Но такое, хотя кожу он увлажняет хорошо. Если где-то увидите на скидках, обязательно берите и попробуйте. Также от The Act я покупаю масло для кутикулы. У неё лимонный аромат. Ну, просто приятная базовая штучка. Ещё расскажу про мицеллярную от бренда Needley. У неё вот такая красивая матовая упаковка. Ну, что хочу сказать. Она хорошо смывает ежедневный макияж. Но когда я дохожу до зоны глаз, она щиплет мне глаза. Ещё хотела сказать про бренд Needley. Мы смотрели пилинг-вирки. Это одна линейка, и у них очень травяной запах. Мне кажется, не всем он понравится. Поэтому имейте это в виду, если будете эль. Ну и перейдём к следующему этапу. Это уход за волосами. Волосы у меня не фонтан, но я стараюсь за ними ухаживать. Мне очень давно хотелось попробовать бренд Maracanol. И я сначала взяла стартовый набор. Тут кондиционер, шампунь, маленькое масло. Ещё был крем для рук. И что-то ещё я не... А, спрей для волос. Кстати, мис для волос тоже у меня есть. Он потрясающий. Аромат просто ма. И они у меня грязнульки. Это линейка увлажнения. Также у меня есть большая линейка для ухода за окрашенными волосами. И что хотелось бы отметить. Если вот у вас такие волосы, либо натуральные, вот как у меня сверху, не крашеные волосы, линейка увлажнения всё-таки с ними работает лучше. То есть, летом после моря я приехала, мне линейка увлажнения, особенно вот этот кондиционер, прям хорошо так смягчили волосы. И я была в приятном шоке. После этого я как раз купила полноразмерку для окрашенных волос, потому что я только покрасилась в блонд. Но надо было всё-таки брать увлажнение. Также у меня есть два масла. Первое базовое их, второе для осветлённых волос. Здесь по текстуре они примерно одинаковые, но оригинальные чуть-чуть поплотнее по консистенции, пожирнее. Мне нравятся, они делают волосы мягкими, без какой-то жирности. Я их использую на влажные волосы перед сушкой фена. Ну и в завершение придём пока по декоративке. Тут не так много позиций, но я думаю, вам что-то будет интересно. Первое это вот такие салфетки от Шип, где мы сняли макияжа. Как видно, я их расходовала все. Их очень удобно брать в дорогу. Но здесь такой же нюанс, как и у митилярки. Мне щипало от них глаза. Но макияж они снимают просто потрясающе. Никаких прыщей или комедонов у меня от него не возникло, от этих салфеточек. Следующее это у нас известная, громко хайповала эта тушь от Vivienne Sabo. Конкретно золотая мне не очень понравилась, потому что вот даже сейчас она уже у меня высохла. Но посмотри, сколько лишнего продукта набралось на щёточку. Золотая с моими ресницами делала прям такой драма-эффект. У них ещё есть чёрная и розовая. Чёрная я заметила, что больше на повседневку. Розовую я пока ещё не пробовала, чтобы каждый день не красить ресницы. Она смывается мицеллярной водой, тёплой нет. Но в целом классная, только она тяжёлая. И, например, если хотите взять её куда-то с собой, это не вариант, потому что она занимает очень много места. И как бы вот она такая вот большая, практически с мою ладонь. И ещё одна позиция. Это уже второй бутылёк этой тоналки. Я её беру на зиму. У неё средняя степень прикрытия. Если у вас комби кожа, обратите внимание. Under Match у меня оттенок 35B. На самом деле, девчонки, вот такая кожа, как у меня, это подходящий оттенок. Хотя это практически последний. Это четвёртый из пяти в их линейке. Прикрытие среднее. Ну, например, вот мою красноту, я сейчас без тона, он отлично перекрывает, хорошо носится весь день. Не скатывается. Не вызывает каких-то прыщей. И стоит достаточно бюджетно. Сегодня, я думаю, мы закончим. И так много баночек мы с вами рассмотрели. Я думаю, вам что-то понравилось. Или, например, вы хотели что-то покупать, а я этого не порекомендовала. Поэтому, если у вас остались какие-то позитивные эмоции, поставьте сердечко под видео. Мне будет очень приятно. Спасибо.